10 июля в Париже на стадионе Парк-де-Пренс в финальном матче сошлись соперники, которые прекрасно знали друг друга. У наших занозы сидели в памяти воспоминания о трагическом проигрыше на Олимпиаде 52-го года. Югославы не забыли о своей неудаче на Олимпийских играх в Мельбурне. Быстрый проход Йорковича и Галич посылает мяч в дальний угол ворота. 1-0 в пользу югославских спортсменов. Так неудачно для нас закончился первый пайм. После перерыва команды обменялись воротами. Теперь слева ворота югославов. Мяч у Валентина Пубукина. Сильный удар. И Слава Мэтр Вели добивает мяч в ворота. 1-1. Мяч получает Михаил Месхи. Он выигрывает защитника. Точно навесного рота. И понедельник головой забивает второй гол. Решающий гол принесший нашей команде Кубок Европы. Значение победы, добытой сборной СССР в 60-м году, мы оценили спустя десятилетия. Ведь успех такого уровня у нашего футбола оказался единственным. И не стоит его принижать, говоря, что в первом турнире не участвовали британцы, итальянцы, западные немцы. Через 4 года все они, кроме немцев, примут участие во втором розыгрыше Кубка Европы. Но в финальном матче вновь будет играть советская. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...